Томсо, какая разница между Будённовском 95-го года и Бесланом 2004-го? Заметил Будённовску, ты хорошо относишься, но не к Беслану. Для меня лично и то, и другое было необходимо для спасения нашего народа. Но украинцам сейчас, простительно, любая эмоциональность, любые жесткие высказывания, они сейчас должны быть поняты россиянами. Это люди, которые хоронят, вот в режиме онлайн хоронят своих граждан, своих родственников, детей, родителей. Томсо, один из братьев Ахмадовов сказал, что Басаева убил Умаров, потому что Шамиль был против Эмарата Кавказа, своё мнение об этом поводу. Я даже не буду это комментировать. Я считаю, что мы, конечно, не знаем всех подробностей того, что произошло, как погиб Шамиль. Как и в отношении многих мы не знаем всех этих подробностей. Но это не даёт нам права на то, чтобы мы сейчас вот эти помои, вдруг от одних к другим носили, обвинения в чём-то. То, что внутри нашего общества, если у нас есть какие-то там разногласия, кто-то кого-то в чём-то обвиняет и так далее, мы должны от этого как-то отстраняться. Во всяком случае, не становиться причиной этой фитной. Томсо, какая разница между Будённовском 1995 года и Бесланом 2004? Заметил Будённовску, ты хорошо относишься, но не к Беслану. Для меня лично и то, и другое было необходимо для спасения нашего народа. Какая разница? Разница огромная, разница в намерении. Будённовск была операцией, которая планировалась, то есть, когда выезжала диверсионная группа, они не планировали ни вообще ехать в Будённовск, ни тем более брать какую-то больницу, брать заложников, вообще нет. Они ехали, как признавался сам Басаев, ехали в Минводы, чтобы оттуда, значит, до Москвы добраться. То есть, там вообще планы были такие очень серьёзные. То есть, Будённовск произошёл вопреки их планам. То есть, их туда, по сути, привезли. И там уже люди действовали по ситуации. Беслан, к сожалению, совершенно другой, целенаправленный захват заложники детей, захват школы. Поэтому, конечно же, здесь вообще нельзя ставить знак равенства между этими двумя актами. А что касается сказанного тобой, было необходимо для спасения нашего народа. Это вообще удивительное высказывание. Каким образом Беслан спас наш народ? Беслан не спас, но Будённов спас. Мужайды делали то, что в их силах. Если захват больницы ради своего народа для нас плохо, то к Будённовскому мы должны относиться отрицательно в любом случае. Ну, тогда ты противоречишь сам себе. Ты же сам говоришь, что Беслан не спас. Значит, это уже совершенно другой акт. Будённовск, там, где люди действуют, импровизируют, грубо говоря, в результате каких-то действий, предпринятых врагом. И там, где целенаправленно совершается акт агрессии в отношении мирного объекта, да ещё и тем более, мирного объекта с детьми, это совершенно разные как бы два акта. Ответь, пожалуйста, если, например, когда будет Ичкерия, ты будешь давать служебные места своим односельчанам, несмотря на то, что они кадыровцы. И я ни за что не стал бы давать места своим односельчанам, будь они кадыровцы. Вообще надо понимать, что человек, который становится во главе республики или на какой-то ответственный пост в государстве, он теряет вот это вот право на то, чтобы какие-то вот эти местечковые, как это сказать на русском, узбизмаш, предпочтения, какие-то вот эти, знаете, типа моих односельчан, людей из моего Таипа, моих родственников, вот эти вот всё. Если человек становится, если его народ избирает, это очень важно, его избрали не его односельчане, а не его однотейповцы или родственники, его избрал народ. Вот если его избирает этот народ, прямыми выборами, там, шурой он избран, неважно, как бы это ни было, этот избранный человек народом, он принадлежит этому народу. Поэтому вот эти все предпочтения, там, всё, человек должен забыть про какие-то даже вот элементарные чаты, я замечаю, вот мне любят некоторые там свои тейповые чаты и так далее. Больше нет, у тебя не может быть тейповых чатов, дорогой друг, ты теперь избранник народа, у тебя должен быть народный чат. А если хочешь там какие-то свои, значит, местечковые вот эти предпочтения, уйди, уйди с поста и занимайся своими предпочтениями. А так, если ты занимаешься вообще общественной деятельностью даже, то ты всё-таки принадлежишь этому народу. Все имеют на тебя равные права, и ты имеешь также равные права на всех. Это, я считаю, это очень важное правило, так как есть, к сожалению, злоупотребление каких-то моментов, у нас это было, у нас это и сейчас даже во многом присутствует, от этого нужно, конечно же, уходить. Салам алейкум, брат, что думаешь насчёт коллективной ответственности? Украинский народ перекидывает всю вину Путина на весь русский народ, и не только российские оппозиционеры не согласны с этим. Алейкум асалам. Ну, украинцам сейчас, простительно, любая эмоциональность, любые жёсткие высказывания, они сейчас должны быть поняты россиянами. Это люди, которые хоронят вот в режиме онлайн, хоронят своих граждан, своих родственников, детей, родителей. И вот после очередного захоронения, когда они приходят и очень жёстко высказываются, к этому нужно относиться с пониманием. Другое дело, что когда там европейские лидеры и так далее, здесь это может как-то обсуждаться, там ставиться под сомнение, а вот к украинцам никаких вопросов быть не может. И мне непонятно, когда там, знаете, начинают копошиться в словах. Вот раньше сказал так, а сейчас вот говорите так. Что бы сейчас они ни говорили, сейчас это им простительно. Выбрать Масхадова президентом была большая ошибка. Хотя я был недоволен Басаевым, но я знал, что он мог взять на себя ответственность, имел амбиции и не дал бы другим создавать группы или банды. Вы знаете, сейчас вот так вот задним числом рассуждать, то есть моделировать ситуацию, это очень сомнительное занятие. Можно точно говорить про ошибки. Допустим, в прошлом, если совершена ошибка, у нее были какие-то посредствия, то можно сказать, что если бы вот этого ошибки мы не сделали, то можно было бы избежать ошибок. Хотя, опять-таки, это все, конечно же, дела предопределения. Может быть, даже не так, наверное, правильно будет сказать. Правильно будет сказать, что это ошибка, которую совершать нельзя в будущем. Без того, чтобы говорить, как было бы. Все происходит по предопределению. Но, моделировать, что если бы мы там сделали бы вот так, то было бы вот так, это уже как бы вообще моделирование того, о чем у нас нет знания. Поэтому, навряд ли мы можем вот так рассуждать, если бы мы выбрали тогда другого и так далее. То, что сами выборы вообще не стоило делать, я с этим согласен. Потому, что по Конституции у нас на тот момент был президент, законно вступивший в эту должность как вице-президент. Поэтому, в этом плане, да. Но, видите, здесь есть сторонники и обратного, так как эти выборы были признаны во всем мире. То есть, это тоже как бы очень позитивный момент в нашей истории. В общем, здесь очень много таких за и против. Субтитры создавал DimaTorzok